сейчас мы с вами попробуем собрать устройство которое будет считывать количество нажатий на кнопку и сигнализировать нам об этом зажигание светодиод в основе устройства конечно же у нас находится оплата ардуино на выходе мы вешаем светодиод 9 вывод мы используем для подачи питания вывод земля естественно для минусовой клеммы резистор этой схеме нам нужен для того чтобы защитить светодиод от перегорания также схеме у нас присутствует кнопка которую мы подключаем следующим образом седьмой вывод нужен необходимый нам для считывания информации как эта информация выглядит у нас постоянно на нем 5 вольт которые приходят вывода питания имеете ввиду эти кнопки сейчас подключены выводы через один провод или клемма 2 клемма вернее клемма 1б клемма 2б это эквивалентно тому что это один провод постоянно с вывода 5 вольт с питания на вывод 7 приходит эти 5 вольт но и конечно делать подтягивающий резистор который нам гарантирует наличие именно 5 вольт выбирает мелкие помехи и наводки и конечно же ограничивает ток чтобы вывод 7 не сожгли с вами то есть реальные схеме тоже нужно обязательно в обычном режиме пока кнопка не нажата у нас получается на седьмом выводе всегда 5 вольт а дальше на вторую клемму кнопки второй вывод мы вешаем землю что получается когда кнопка нажата и ток у нас идет по пути наименьшего сопротивления он уже пойдет не на седьмой вывод а пойдет на землю то есть по пути от 5 вольт через нажатую кнопку на землю соответственно на седьмом выводе ток пропадет его здесь не будет и вот как раз таки момент когда пропало питание на седьмом выводе наша плата должна сочетать то есть момент нажатия кнопки она считает что пропало питание и поэтому сигнала придarle нам швана isotку теперь все это нам нужно сидеть помощью программы давайте посмотрим для начала мы создаем переменные цен сыр в и переменную кар выбираем функции назначить и настраиваем её насчитывание цифрового процессив Далее ставим блок условия, где задаем, что если переменная sensor value равна нулю, что происходит при нажатии кнопки, то переменную count, она же счетчик нажатий, мы увеличиваем на единицу. Далее ставим блок заданий, который позволяет избавиться от ложных срабатываемых кнопок. Их еще называют дребезг кнопки. А на этом первое условие проверки нажатия кнопки заканчивается. И начинается еще одно условие, где мы проверяем счетчик count. И если он больше или равен 5, то на вывод 9 подается высокий уровень напряжения, то есть 5 вольт. На этом второе условие тоже закрывается. В конце мы ставим команду вывести на монитор последовательного порта переменную count. Обратите внимание, что после выполнения последней команды микроконтроллер выполняет программу заново, то есть цикл бесконечно замкнут. Таким образом у нас получилось устройство, которое считывает количество нажатий кнопок. Давайте посмотрим ее работу. Нажмем начать моделирование. Жмем на кнопку. Нажали 4 раза, светодиод догадился. 5 раз. Давайте еще раз проверим и посчитаем место. Начать моделирование. И на мониторе увидим количество нажатий. Раз, два, три, четыре, пять. Светодиод загорелся. Вот внизу на мониторе последовательный интерфейс. Видим, что мы нажали ее 5 раз. Вот так работает счетчик. Для чего нужно нам это устроить? Для выполнения кейса вам пригодится знание этой схемотехники, чтобы выполнить поставленное задание. Всем спасибо!